МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстан. Страна с необыкновенно богатой историей, удивительной природой и уникальной культурой. В основе цивилизации каждого народа, как и в прошлом, так и в современности, лежит духовность. Сакральная география Казахстана включает в себя объекты исключительной значимости, которые призваны стать средством объединения наций. Наша миссия – показать вам, дорогие телезрители, все то, чем славится каждый регион нашей республики. Наконец, свершилось! Наш продюсер разрешил нам посетить Куршавель! Конечно же, я шучу. Ну зачем нам Куршавель, если у нас есть свои княжьи горы? Говорят, что горный туризм – лучший способ перезимовать лето. А вот и мы решили отправиться на такую зимовку в одно из самых популярных мест – Восточно-Казахстанской области – на горнолыжную базу, которая находится в 1040 километрах от Астаны и в 40 километрах от Усть-Каменогорска. Горнолыжный центр открыл свои двери еще в 1999 году. Нас радушно встретили местные шарики и матроскины. Ну а попав на территорию базы, после дальней дороги, мы испытываем чувство, для которого люди придумали замечательное слово – ликование! Ура! Мы бежим вперед к приключениям! А помните, как в детстве спуск с горки был обязательным зимним развлечением? Здравствуйте! Нам нужны ватрушки. Сколько? Нам четыре штуки. А вас же двое. А мы еще возьмем для операторов. Они тоже хотят кататься. Ого! Они же такие большие! Как же мы их утащим? Может, ты поможешь нам? Держи! О! Хорошо! Вот еще одну! Давай-давай, неси! Эх, на лыжах пока кататься не умею! Зато на ватрушках очень даже умею! О! 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 Я не подумала, что, казалось бы, невинный спуск с горки может быть настолько экстремальным. Дух захватывает! Хотя, честно говоря, это не горка, а самая настоящая гора! А я будто снежный ком, который летит вниз с невероятной скоростью. Первые слоеные деревянные горные лыжи были придуманы в далеких 1890-х годах. Любителей скоростного спуска с горы оказалось так много, что инженеры разных стран до сих пор совершенствуют ту модель, добавляя ей всякие качества, например, водостойкость или маневренность. Присоединяемся и мы к всемирной армии лыжников. Здравствуйте! Можно нам две пары женских ботинок размеры 43-й и 44-й? А вас как зовут? Тяжелая неказиста – жизнь начинающего лыжника. Но лучшая мотивация – рекорды спортсменов зимней олимпиады. Немного тренировки, и мы так сможем. Наверное. Возьмем-ка уроку профессионалов. Не только пяточку, а именно всю полость у лыжного маневра. Прежде чем начать покорять склон, нужно узнать о правилах царя горы. Суть в том, что спускающийся ниже вас лыжник всегда является хозяином склона. То есть перед началом движения вам нужно убедиться о завершении маневра предыдущего лыжника. Не забывайте о том, что глаз на затылке у него нет, а значит предвидеть столкновение он не может. К слову, перепад высот на склонах составляет около 350 метров, что подходит как для опытных лыжников, так и для новичков. И на попу вот, и руки вот вытягивай. Куда ты хатишься? Падай! Вкратце, что могу я рассказать о нашей базе. На нашей горнолыжной площадке расположено три склона. Один учебный и два основных. Также по сложности, по градусам они у нас проходят как красная, зеленая, синяя и даже местами, как черные трассы. Один склон у нас получается по протяженности 1800 метров. Второй склон, который освещенный, он у нас по протяженности 1470 метров. Подъемники по протяженности. Верхний подъемник, который у нас находится выше нас, у него протяженность 1300 метров. Ну что ж, поехали! У алтайцев есть поговорка. Деревянные кони по снегу скачут, а в снег не проваливаются. Ну точно про лыжи. Но есть на этом курорте и специальные железные кони. Мы очень хотели прокатиться на снегоходе. Докладываю обстановку. Через пару секунд лицо начинает мерзнуть и обветриваться. Но если этот момент вы преодолели, в остальном вас ждут восторг и восхищение. Курорт притягивает не только жителей регионной республики. За положительными эмоциями и здоровыми нагрузками сюда приезжают зарубежные туристы. За год эти склоны посещают свыше 35 тысяч человек. Я здесь в третий раз. В прошлом году мы сюда приезжали. И сейчас вот первая командировка в этом году состоялась. И мы с первой возможности при первых выходных решили приехать сюда с ребятами, с командой. А здесь отличная, можно сказать, инфраструктура. Хорошие искуски и самая приятная природа. В катании на лыжах нет возрастных ограничений. Доказательство тому, турист, которого мы встретили на территории курорта. Вообще горными лыжами я давно занимаюсь. Еще будучи студентом в Алма-Ате. Это 70-е годы. А сюда приезжаю, ну, раза два или три в год стараюсь вырываться. Потому что это самое ближайшее место, где можно покататься и получить удовольствие. Деревянных и железных коней испытали. Время возвращаться к классике. День мы решили закончить спокойным катанием верхом на местных лошадях. По крайней мере, зимой впервые. Левую ногу давайте. Вперед, вперед. Знаешь, Амина, когда находишься рядом с конями, начинаешь сомневаться, кто кого приручил. Но по большому счету это становится совсем неважно. Ведь когда твоя нога стоит в стременах, начинает работать память предков. Поехали. И не надо бояться мороза. Катайтесь, гуляйте, веселитесь, путешествуйте. Ведь до конца зимы осталось не так уж много времени. Ну а мы отправимся в город Усть-Каменогорск и познакомимся с ним как можно ближе. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова